Привет, Сема! Детские лагеря и санатории буквально ожили с приездом отдыхающих. Первые смены в здравницах Анапы обычно стартовали уже в апреле, но в этом году сезон перенесли из-за пандемии. Изменилась и процедура заселения ребят. Каждый должен пройти медицинский осмотр и только после него отправиться в свою комнату. А к стандартной справке об эпид-окружении добавился пункт – отсутствие контактов с заболевшими коронавирусом. Зайти на территорию жемчужины России нам не удалось. Здесь строжайше соблюдаются все подписания Роспотребнадзора. Обязательная ежедневная обработка корпусов, социальное дистанцирование на мероприятиях и регулярный контроль самочувствия сотрудников и гостей здравницы. Ни один вирус всегда точно не проникнет. Но главная задача – не превратить такой долгожданный детский отдых у моря в трехнедельную обсервацию. Мы и до этого работали практически по тем же рекомендациям, которые и сейчас, по Санпину, который был выпущен еще в 2013 году. Единственное, мы дополнили наши корпуса, наши общие помещения рециркуляторами и санитайзеры локтевые, которые были представлены в рекомендациях Роспотребнадзора. Досуг, в принципе, практически не пострадал. Конечно, это социальное дистанцирование, которое предъявлено в требованиях Роспотребнадзора. Ну, к примеру, дети жалуются, что теперь медленные танцы, они танцевать не могут. Из оздоровительной программы не исключен ни один пункт. По-прежнему ребят ждут грязи и водолечения, массажи, кислородные коктейли и магнитотерапия. Но все это по показанию врача. То, что показано всем без исключения – главная пилюля для детского иммунитета – анапский морской воздух и вода. Всего в Анапе открыто семь детских здравниц. Правда, пока отдохнуть на побережье могут только ребята из Краснодарского края.